Вспомнил, что я забыл рассказать одну штуку про SQL, тоже такую базовую. Мы обсуждали, как, например, создать табличку, но я не говорил ничего про то, что делать, если вам нужно поменять значения в какой-то табличке, какие-то значения поменять. А это типичная история, особенно если вы пишете, не работаете с статическими данными, а именно пишете какую-то систему, которая должна хранить информацию про текущее состояние. Допустим, я не знаю, вы пишете какую-то систему, в которой пользователи могут регистрироваться, они туда могут менять свои характеристики какие-нибудь, менять свое имя пользователя или пароль. И там есть еще какие-нибудь другие сущности, типа сообщений, которые тоже могут редактироваться. Ну вот, как вы знаете, например, в Твиттере нельзя редактировать сообщения, наверное, потому что разработчики Твиттера не умеют менять данные в базе данных. Но это шутка, конечно. Конечно, умеют. Просто почему-то не хотят. Вот. Давайте я покажу, как модифицировать данные в базе. Значит, опять же, мне понадобится SQLite. И давайте я сразу возьму, импортирую Pandas. И давайте я возьму табличку, которая была в прошлый раз. Допустим, то же самое. MDB 5000. Допустим. 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 Давайте я сделаю какую-нибудь базу. Продолжение следует... Допустим. так 4 не не нравится а потому что не тут я свою ской теперь еще не нравится тоже наоборот нужно вот так давайте проверим что что у нас все есть значит чего я хочу сделать я хочу например 10 вроде работает а значит смотрите допустим я теперь хочу поменять какое-нибудь значение в этой табличке но давайте я еще раз сделаю то же самое табличку только с помощью pandas это сквей вот допустим что я хочу хочу теперь модифицировать чего-нибудь в этой таблице для этого нужно использовать команду которая называется апдейт и выглядит она примерно так апдейт дальше название таблицы и дальше нужно указать что именно мы хотим про апдейтить то есть какие колонки мы хотим изменить но допустим я хочу взять вот допустим вот эту вот первую строчку и в ней вот этот директор facebook likes вписать не нолик а единичку значит апдейт муэс здесь можно написать что я хочу поменять директор facebook likes и правильно помню тут пишется как-то так сейчас проверим так это или не так можно вот эту штуку не не устанавливать можно сделать так сайт а тут просто директор facebook likes равняется например единицы а проблема в том что и здесь я сейчас хочу сказать мне нужно указать что я хочу это сделать именно вот в первой строчке но в искуальных таблицах нет никакого как бы нет никакого априорного способа ссылаться на строчке кроме как сделать запрос where то есть например я делаю такую штуку в скажем индекс равняется нулю давайте посмотрим что это получится индекс имеет специальное значение в sql и поэтому его нужно брать здесь квадратные скобки начни заработать индекс как название колонки приходится брать в квадратные скобки ну и давайте теперь попробуем после того как мы этот запрос сделали давайте попробуем теперь сделать запрос еще раз из этой таблички вот видно что действительно у нас в первой строчке записалось единичков директор facebook likes то есть в отличие от истории спандас когда мы можем обращаться к когда мы можем обращаться к строчкам по всякому используя такие индексы сики индексы в общем как угодно здесь в sql единственный способ как мы можем сослаться на какие-то конкретные строчки что можем что мы хотим сделать конкретными строчками это вот такое указание where которое работает и для того чтобы делать селекты которые выдают нам информацию и для того чтобы делать апдейты которые позволяют модифицировать информацию в табличке вот это в какой-то мере отличает sql от привычных нам табличек которые есть в фантаз вот значит вторая история которую я хотел рассказать тоже pro sql это про использование сразу нескольких табличек и про всякие про всякие джойны значит давайте я покажу как это устроено мне для этого сейчас понадобится взять табличку которую я когда-то сделал дайте я так значит там где конект вот сюда так так Значит, давайте мы сейчас возьмем вот такой вот файлик и его скачаем. Но я сейчас просто его возьму и скачаю. Давайте это тоже вам всем расшарим. Значит, это я просто скачал файл и сохранил его на жесткий диск. Можно было сделать это, наверное, проще, но такой способ вполне работает. Здесь обратите внимание, что я использую немножко нестандартные вещи. Видите, я здесь открываю файл в режиме на запись, но еще я написал буквку B. Эта буквка B означает, что файл открывается в режиме записи binary. Это означает, что я туда буду записывать не какой-то текст, а вот голые байты. Поскольку текст – это штука, которая преобразуется в байты с помощью разных кодировок. И это как бы дополнительный, некоторый дополнительный слой абстракции. Но сейчас я говорю, что я буду записывать просто какие-то байты, и, соответственно, из результата нашего запроса я беру контент. Контент – это просто, опять же, содержимое в виде байтов. Видите, здесь вот эта буквка B. Она означает, что дальше идет какая-то строчка, но на самом деле это не настоящая текстовая строка. Это просто какая-то последовательность байтов. Ну вот, чтобы у меня в процессе переконвертации ничего не поменялось и ничего не сломалось, я говорю, что я буду считывать информацию с сервера в виде байтов и записывать ее в файл тоже в виде байтов. Ну и давайте мы теперь откроем эту базу данных. Значит, это база данных, как она могла бы выглядеть, ну вот в системе типа… Значит, вот он, вот наш Python.mask.info. Значит, давайте представим себе, как эта база должна выглядеть. Смотрите, какие там должны быть таблички и какие в них должны быть вообще сущности в этой базе данных. Ну вот, с одной стороны, есть пользователи, и у пользователя есть какие-то характеристики. А еще пользователи записываются на какие-то курсы, а еще к этим курсам присваиваются какие-то домашки. А еще у нас есть конкретная работа, которая сдана конкретным пользователям. И это какая-то штука, которая связана с пользователем и связана с конкретной домашкой. Ну вот здесь можно на самом деле попробовать какую-то такую картинку нарисовать. Значит, это уже такая нетривиальная структура. Значит, вот у меня есть пользователи. Давайте я сначала такую концептуальную схему нарисую. У меня есть пользователи. Дальше. У меня есть курсы. У меня есть домашки. Они называются assignment. И у меня есть сданные работы. Они называются submission. Теперь давайте поймем, как эти сущности друг с другом связаны. Например, А, ничего не видно. Сейчас будет видно. Значит, ну вот, например, как связаны курсы и assignment. Значит, когда я даю какую-то домашку, я ее привязываю к конкретному курсу. Но при этом на одном курсе может быть много assignment. То есть у меня здесь есть такая связь, что каждому курсу соответствует несколько assignment. Значит, это называется связь one-too-many. Один много. Есть, например, submission и есть assignment. Значит, каждая посылка относится к конкретному assignment. Но при этом к одному assignment может относиться много посылок. Поэтому здесь возникает вот такая тоже связь. Один много. Дальше. Значит, у нас есть связь между пользователями и submission. У каждого пользователя есть несколько submission, может быть, по крайней мере. Тоже такая связь один много. И, наконец, как связаны между собой, например, пользователи курсы. Значит, у нас есть много курсов и есть много пользователей. И, в принципе, один и тот же пользователь может быть записан на несколько курсов. И, с другой стороны, естественно, каждый курс содержит в себе много пользователей. Поэтому вот здесь у нас будет такая связь много-много. Значит, вот это many-many. Вот. Соответственно, наши таблички должны отражать всю вот эту структуру. Заметьте, что если я работаю в SQL, то я… Ну, вот, например, у меня есть вот такая вот штука, что у меня сабмишены, как бы, что у одного assignment много сабмишенов. Но вот если бы я просто писал бы какие-то питоновские структуры для того, чтобы отразить вот эту связь между assignment и сабмишенами, между домашками и работами, ну, я бы просто мог бы сказать следующее, что, например, у assignment есть какой-нибудь списочек, который хранит в себе все работы, которые к этому assignment относятся. Просто, значит, вот у assignment есть такое поле – submissions, и это просто список. Но в SQL-базах ничего такого не бывает. Например, я не могу поместить в строчку SQL-базы список. То есть теоретически я, конечно, могу поместить туда, так сказать, в ячейку SQL-базы, поместить какую-нибудь строку, которую потом можно будет как-нибудь распарсить и превратить в список. Допустим, это может быть какой-нибудь JSON. Но по смыслу внутри SQL-базы ничего такого быть не может. Ну, то есть по крайней мере не должно быть по замыслу. Дальше возникает вопрос, а как бы нам вот эти зависимости отразить в SQL-базе? Естественно, что я хочу делать всякие запросы, типа покажи мне все, допустим, покажи мне все сабмишены, которые относятся к данному пользователю и данному assignment. А вот как бы мне эту информацию хранить про вот эти вот связи? Они, собственно говоря, как раз называются relations, и базы данных называются реляционными. Значит, как бы мне их отразить? Как вы думаете, какие есть идеи? Как мне записать в... Как бы мне... Какую структуру SQL-базе мне нужно сделать, чтобы иметь возможность создавать несколько сабмишенов, которые относятся к одному assignment. Есть какие-нибудь идеи? Значит, вот есть у меня, например, значит, одна табличка с assignment. Assignment. Он устроен как-то так. У него, допустим, есть столбец, который называется... Значит, ну что такое assignment? У него есть какой-нибудь столбец, который называется, допустим, имя. У него есть столбец, который называется ID. И есть какой-нибудь столбец, который соответствует файлу с заданием. И, допустим, есть столбец, который называется deadline. Вот, грубо говоря, как устроен assignment. Информация, которая относится непосредственно к нему. И есть submission, какая-то сданная работа. Значит, что у него есть? У него тоже есть какой-то ID, у него есть какой-то файл. И у него есть, допустим, timestamp, когда оно сдано. Ну и еще у него может быть grade какой-нибудь, который показывает, какую оценку эта работа получила. Соответственно, теперь мне нужно как-то отразить вот эту связь. Как это сделать? Ничего нового знать не нужно. Ну, скажите кто-нибудь, придумайте. Значит, какую информацию, куда мне нужно записать, чтобы иметь возможность сделать, например, такой запрос. Покажи мне все работы, которые сданы вот в эту домашку, вот в этот assignment. Так, ID, какой ID и куда его записать? Значит, хочется записать куда-то ID из assignment и вытащить. Сейчас, ну вот, так сказать, для того, чтобы вот эту информацию сохранить, мне нужно кого-то куда-то записать. Значит, ну, на самом деле, действительно, нужно просто вот сюда, вот в описании того, кто такой assignment, кроме тех полей, которые я уже сделал, добавить поле, то есть добавить столбец в табличку, которая называется, которая называется, сейчас, стоп, вот тут хороший вопрос. Куда нужно, куда нужно чего записать? Значит, на самом деле вот что нужно сделать. Нужно в submission записать еще одно поле, которое называется assignment ID. То есть в информации про submission должно быть написано, к какому assignment оно относится. И тогда мы можем с помощью одного запроса вытащить все субмишины, которые относятся к данному assignment, просто с помощью вот одного запроса с WA. Так, ну, давайте посмотрим, что еще у нас есть. Значит, с другой стороны, у submission есть еще вот такая связь. Значит, чего нужно сделать, чтобы вот эту связь учесть? Давайте сюда добавим еще одну, еще один столбец, который называется user ID. Теперь у assignment есть вот такая связь с курсами. Значит, давайте мы вот сюда вот в assignment добавим еще курс ID. А вот теперь самый интересный вопрос. А как бы нам реализовать вот эту связь между курсами и пользователями? Значит, вот эти вот связи в one-to-man реализовывались так, что мы в ту как бы табличку, которая, значит, вот у которой, которой может быть много, элементов, которой может быть много, мы туда записывали идентификатор соответствующего объекта, с которым они все связаны, вот индентификатор вот этого объекта. А что делать, когда у нас вот такая штука? Как такую связь many-to-man реализовать на языке вот таких вот табличек? Кто догадается? Ну, можно, конечно, вытащить через вот эту штуку, но, допустим, мы находимся в состоянии, когда у нас еще никакого, ни одно задание не было сдано. Вот просто учебный год начался, человек зарегистрирован на несколько курсов. Все эти курсы есть в системе, но ни одно задание еще не сдано. Поэтому как бы восстановить вот это отношение, пользуясь вот этими двумя отношениями, или там сейчас вы хотите восстановить вот это отношение, пользуясь вот таким отношением, вот таким, вот таким. Ну, в общем, нет, этого мы пока не можем сделать. И там, и там индикатор… Ну, вот что вы хотите записать? Вот здесь есть… Значит, вот у вас есть юзер, допустим. Да, у вас есть юзер. У юзера есть, допустим, там имя, email, пароль. Ну, вот дальше что нужно сделать для того, чтобы зафиксировать вот такую вот связь? Что куда добавить? Значит, каждая из вот этих вот штук – это просто столбец соответствующей таблицы. Значит, я хочу иметь возможность сделать так, чтобы каждый пользователь мог записаться не на один курс, а на несколько курсов. Так, ну что, рассказать? Смотрите, значит, вы… Ой, это вы хотите прямо вот такую вот таблицу сделать, чтобы вот здесь вот были бы… Чтобы вот тут были бы пользователи, а тут были бы курсы, и сделать такую таблицу, как бы таблицу инцидентности. Вот такую вы хотите сделать? Это теоретически можно, но очень уж много памяти будет занимать такая табличка. Вам нужно будет хранить огромное количество нулей. Но идея разумная – добавить новую таблицу. Значит, добавить к юзер список его курсов мы не можем, потому что мы не можем добавить список. Вот у нас единственный объект, с которым мы работаем – это таблица. В нашем случае юзер – это строчка таблиц, в которой есть вот такие вот столбцы. Ни один столбец не может содержать в себе список. Столбец содержит только одно значение. Строчка на пересечении строчки и столбца лежит одно значение. Там не может лежать, например, список в ячейке. Но на самом деле хорошая идея – добавить таблицу. Количество курсов, ну нет, не фиксированное. Оно в процессе может меняться. Могут добавляться новые курсы. Курсы могут открываться. На самом деле действительно нужно добавить новую таблицу. Эта таблица будет специфически описывать, она будет описывать не пользователей и не курсы, а она будет описывать вот это отношение. А именно можно создать отдельную табличку под названием user-course. И в ней будет два столбца. Один столбец, который называется user, а другой столбец, который называется course. Допустим, user-id и course-id. И если вот в этой табличке, то есть когда пользователь записывается на какой-то курс, то я просто вот в эту табличку добавляю строку, у которой, значит, ну вот у нее два столбца. В первом столбец записано, какой пользователь записался, а во втором столбце записано, на какой курс записался. И вот эта табличка, отдельная табличка, она будет хранить в себе информацию про вот это отношение. Как бы проще тут никак не сделаешь. Вот. Если вот такие вот отношения можно реализовывать, не создавая новых таблиц, такое вот отношение реализуется с созданием новой таблицы. По крайней мере, вот в такой вот традиционной классике. Сейчас, в принципе, есть база данных, которая устроена по-другому. Там есть какие-то графовые базы данных, но, в общем, это отдельная история. Вот. Ну, собственно говоря, та база, которую я вам прислал, она как раз устроена именно таким образом. Давайте я вернусь в Safari. Значит, если посмотреть, что здесь у нас есть, давайте посмотрим. Значит, я хочу открыть новое. Давайте старый connection закрою, открою новый. Great book. Давайте я... Значит, как там посмотреть на список всех табличек, я уже забыл. Select звездочка from. Там мастер что-то там нужно было сделать. Сколайт мастер называется. Вот. 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 Значит, видно, что здесь есть несколько табличек. Как раз курсы, сабмишены, юзеры, курс-юзер и assignment. Ровно все, как я обещал. Ну, давайте на них посмотрим. Значит, посмотрим на эти таблички. Select звездочка from. Курсус. Значит, вот список курсов. На самом деле, реально очень похоже на то, что у меня записано в базе. Значит, вот список сабмишенов. Значит, ну, здесь нет ссылки на файл, потому что это такой немножко искусственный датасет. Но видно, что у каждого сабмишена есть информация про то, кто его сдал, информация о том, к какому assignment оно относится, и оценка. Дальше что у нас еще есть? Сабмишенс. Давайте посмотрим на assignment. Значит, вот здесь есть какая-то информация по каждому assignment. У него есть имя, условный идентификатор, тот курс, к которому оно относится. И есть, например, максимальная оценка, которую можно по этому assignment'у получить. И, наконец, есть табличка users, в которой записаны какие-то условные пользователи. Как можно догадаться по именам пользователей, составлял я эту табличку год-два назад. Вот. Окей. Ну, давайте теперь попробуем что-нибудь делать, какие-то запросы, которые… Ну, понятно, что меня интересуют не просто отдельно эти таблички, а мне интересуют эти таблички как бы во взаимосвязи друг с другом. И это означает, что мне сейчас нужно делать какие-то запросы с какими-то джойнами, которые позволяют сопоставить, например, пользователей с данной им работой или еще что-нибудь в этом роде. Ну, давайте попробуем что-нибудь простое. Например, скажем, давайте я по каждому assignment'у попробую найти среднюю оценку для всех работ, которые были сданы, которые относятся к этому assignment'у. Значит, как это можно сделать? Ну, давайте я сначала сделаю… сначала напишу какой-нибудь select. И можно сразу сделать, например, такую штуку. Select from… значит, чего я хочу? Я хочу assignment'ы, и я хочу соответствующие им субмишины. Значит, select from assignments. Тут можно сразу написать вот так. join submissions on… значит, что нам нужно. Значит, какое условие этого джайна, если assignments ID совпадает с submissions assignment ID. Вот, это очень похоже на то, что мы делали, когда обсуждали джайны в Pandas. Это, в общем, примерно та же самая операция. Значит, кажется, по умолчанию… я не помню, честно говоря, какой именно джайн здесь используется по умолчанию. Давайте я напишу left join. Значит, в SQLite не поддерживаются правые джайны, поддерживаются левые, inner и outer, по-моему, поддерживаются. Вот. Ну, вот теперь у нас каждому… значит, все вот это относится к домашке, а это относится к работам. Ну, и теперь можно, например, с этой табличкой чего-нибудь сделать, скажем, посчитать среднюю оценку. Значит, теперь можно сгруппировать… Значит, ID, вот это ID – это сейчас наш submission ID, но давайте мы явно пропишем, что это submissions ID. И, например, я считаю, что я хочу вычислить, значит, select… О, сейчас не submissions ID, а assignment ID. Assignments ID. И я хочу сделать select assignments ID и average submissions grade. А я немного запутался. Можно еще раз, что такое он? Да, сейчас я скажу. И эту строчку. Да, сейчас у меня почему-то не заработала эта штука. Почему она не заработала? Потому что она пишется через пробел. Значит, давайте еще раз посмотрим, как все это работает. Значит, во-первых, первое, что выполняется, выполняется вот эта вот строчка, которая связана с формированием новой таблицы. Значит, она говорит следующее, что нам нужно вытащить таблицу assignments и сделать в этой таблице assignments левый join с таблицей submissions по вот такому правилу. То есть это означает, что каждой строчке из таблицы assignments будут соответствовать все строчки из таблицы submissions. То есть мы дублируем строчку в таблице assignments, мы дублируем несколько раз домашки. И для каждой работы мы создаем строчку, в которой будет написано вот этот assignment и вот эта работа. Значит, давайте я сейчас еще раз просто покажу, какая таблица в итоге получается до всяких агрегирований. Это, допустим, пока… Давайте я здесь пока что звездочку напишу. Значит, вот это результат просто join. Можно заметить, что действительно, вот у меня, например, есть две… Значит, у меня сдано две домашки, которые относятся к assignment номер один. Вот они, эти две домашки. И, соответственно, для каждого, для каждого вот этих вот строчек у нас есть строчка в получающемся новом, в новой табличке. Соответственно, характеристики соответствующего assignment просто продублировались. Ну, я говорю, в Pandas join работает точно так же. Значит, соответственно, различие состоит в том, что мы здесь указываем, вот когда мы говорим по какому правилу делать этот join, видите, мы здесь явно указываем… Значит, тут синтаксис такой. Название таблицы, точка, название столбца. В некоторых ситуациях название таблицы можно опускать. Вот, кажется, здесь можно сделать вот так, и оно все равно поймет. Потому что у нас есть ровно один столбец, который называется assignment ID. Но, в общем, для точности, может быть, стоит его и оставить. Вот как. Понятно, как этот join работает? Да. Вот. А теперь мы говорим, что… Вот теперь мы вот эту вот табличку, мы ее получили. И теперь мы немножко модифицируем запрос. То есть, собственно говоря, получение таблицы – это вот эта часть. Select, он просто показывает, какие столбцы нам от этой таблицы нужны. И он выполняется как бы после. Сначала выполняется вот эта часть, а потом выполняется вот этот Select. Но сейчас мы скажем вот что. Что мы сделаем вот такую таблицу и теперь сгруппируем. Сделаем группировку агрегирования. Значит, сгруппируем по вот этому ID, то есть по assignment ID. Для каждой домашки просто посчитаем, какова средняя оценка тех работ, которые на эту домашку были сданы. Вот. Получается вот такой код. Значит, вот эта часть осталась, какая была. Дальше вот здесь вот я сказал, что я хочу сгруппировать по assignment ID. И после этого я с помощью вот этого Select'а говорю, что я хочу выдать. Ну, давайте я оставлю здесь еще, например, assignment name. Значит, вот у меня теперь есть средняя оценка по каждой домашке. Средняя по всем работам, которая была сдана на эту домашку. Вот. Тут можно сделать что-то более хитрое. Например, видите, у нас для каждой домашки есть еще максимальная оценка, которую можно по этой домашке набрать. И, например, мы хотим просто сделать так, чтобы каждый из вот этих вот оценок, если она оказалась больше, чем вот эта максимальная, то она просто равнялась бы этой максимальной. То есть мы хотим выбирать максимум из, сейчас, наоборот, минимум из двух чисел. Great и вот этот MaxGrade. Вот. И это тоже можно сделать. Можно, например, сделать такую штуку. Значит, вот здесь вот я хочу сказать, что я хочу посчитать среднее, но это среднее я хочу посчитать. Вот так. Тут, конечно, уже логика начинает быть более сложной, потому что... Так, еще по синтаксу, потому что я скобку забыл закрыть. Потому что тут как бы в разном порядке эти функции работают. Вот этот минимум, он срабатывает, так сказать, поэлементно. Вот у меня изначально вот этот минимум, он применяется к моей вот этой вот исходной табличке, вот этой вот табличке, до группировки. Потому что минимум – это в данном случае не функция, которая делает какое-то агрегирование, а это функция, которая просто срабатывает для двух столбцов. И SQL нас понимает в этом месте. Значит, она понимает, что нужно вот этот минимум применить к вот этой исходной таблице, а потом вот этот average применить к тому, что получилось в результате вычисления вот этого минимума. Но, честно говоря, вот когда запросы начинают быть вот такими, значит, у меня не очень большой опыт работы с SQL. И вот тут я уже начинаю быть неуверенным. Я не знаю, что точно сделает SQL в этом месте. Ну, вроде как в этом месте трудно сделать что-то другое. И раз ответ был получен, то, скорее всего, он правильный. Но тут, когда запросы становятся такими сложненькими, я бы уже предпочел сделать несколько экспериментов, чтобы убедиться в том, что код работает так, как ожидается. А еще лучше почитать документацию, убедиться в том, что он действительно должен именно это делать, именно так, как я ожидаю. Ну, можно сделать сейчас что-нибудь более хитрое. А именно можно, например, попробовать найти для каждого assignment, скажем, оценку, которую получил пользователь по сабмишину, который относится к этому assignment. Ой, господи, боже мой, как все сложно-то. А еще можно как-нибудь учесть курсы. Все сложно. Ладно, давайте сделаем сейчас что-нибудь попроще. Давайте попробуем просто выдать все, допустим, я хочу посмотреть на все assignment'ы данного человека, данного пользователя. То есть я хочу просто понять, вот когда пользователь заходит на, допустим, в Python.mask.hsa.info, ему там показывают, что вы записаны на курс такой, то у вас домашки такие-то. Вы записаны еще на курс такой, то у вас домашки такие-то. Допустим, я хочу такую штуку вытащить. Значит, опять же, это можно сделать с помощью джайна. Давайте попробуем, что я хочу сделать. Во-первых, давайте я начну с from. Во-первых, я хочу загрузить табличку пользователей. Значит, from users. Дальше я хочу сджайнить эту табличку с таблицей, которая называется… Кстати, мы на нее, кажется, даже не смотрели, но она тут есть. Вот, она называется course user. Давайте я ее тоже покажу. Давайте я ее тоже покажу. Ну, она очень просто устроена, как я и обещал. Курс ID, юзер ID, больше ничего. Значит, давайте мы сджайним табличку users с табличкой course users. И здесь я говорю, что я хочу этот джайн сделать вот так. И теперь я хочу прижайнить к этому делу табличку, допустим, courses. И здесь я ее хочу прижайнить по правилу, что course ID равняется course user course ID. Давайте посмотрим, что будет. А, ну да, я не написал, чего я хочу выбрать. Давайте я сделаю select звездочка. Теперь что не нравится? Course users. Может, она называется courses users? Как эта табличка называется? Course user, без S. Я сделал неправильно. У меня остальные таблички называются во множественном числе, а эта табличка называется в единственном числе. Надо было все называть в единственном числе. Тогда было бы проще. Смотри, теперь у меня получилась такая табличка. У меня про каждого пользователя написано, какие у него есть курсы. Но и наоборот. Сейчас про каждый курс написано, какие у него есть пользователи. Например, я могу из этой таблички вытащить информацию, допустим, про всех пользователей, которые записаны на курс с идентификатором 1. Вот видно, что их тут 3 человека. Или наоборот. Я могу из этой же таблички вытащить информацию про все курсы данного пользователя. Почему-то произошло дублирование. Не знаю, кстати, почему здесь произошло дублирование. Возможно, в базе так. Вроде бы тут не совсем понятно, почему она должна бы, откуда ему тут взяться. Ну, взялось и взялось. Можно, кстати, сделать вот так. Нет? Нельзя? Не знаю, что такое distinct. Ну, ладно. Ну, давайте попробуем все-таки вытащить теперь все домашки, которые относятся к данному пользователю. Значит, я вытащил курсы, которые относятся к пользователю. Ну, да, я хотел сделать, я хотел сделать, вытащить только уникальные строчки, но, видимо, это так не работает. Не помню, есть ли здесь автоматический способ выдать только уникальные. Значит, давайте посмотрим. Теперь я хочу прижойнить сюда ассайнменты. И ассайнменты прижойниваются по правилу, что ассайнмент с курса ID должно быть равняться вот такому курсу ID. Теперь у нас есть все домашки, которые относятся к нашим пользователям. В общем, как видите, запрос становится все сложнее и сложнее, но, на самом деле, это еще не самое страшное, что бывает. Это всего лишь джойны. Ну, хорошо, давайте мы сделаем еще один джойн. Давайте мы вытащим теперь все посылки, все субмиссионы. Значит, как вытащить субмиссионы, чтобы они соответствовали бы правильным записям? Значит, какой джойн мне нужно сделать, чтобы получить таблицу, которая бы имела бы физический смысл? Какое условие тут надо написать? Значит, я хочу для каждого пользователя знать все его посылки. Значит, во-первых, да, мне нужно, чтобы субмиссионс юзер ID равнялся бы юзерс ID. Но достаточно ли вот такого запроса? Значит, будет ли та табличка, которая, кстати, получится, осмысленной? Есть какие-нибудь возражения? Курсы тоже нужны, но курсы нужны не сами по себе. Значит, смотрите, вот что мы сейчас вытащили. Мы сейчас вытащили, у нас есть, например, у нас каждому, господи боже мой, у нас получилась вот такая вот штука, которая нам сообщает для каждого пользователя список всех курсов, на которые он записан. Соответственно, для каждой пары пользователь курс у нас записан список ассайментов, которые, соответственно, к этому курсу и этому пользователю относятся. И еще для каждого из этих ассайментов написаны все субмиссионы. Точнее, не так. Вот смотрите, вот этот join, он говорит, что нам нужно выбрать все субмиссионы. И для каждого субмиссиона вывести все остальные ячейки вот этой таблицы, которая у нас получилась перед этим, при условии только что выполняется вот это вот равенство. Значит, достаточно ли этого, чтобы было бы осмысленное соответствие? В чем может быть проблема с таким запросом? Дело в том, что, ну вот смотрите, как эта штука работает. Вот мы сформировали вот такую таблицу, которая у нас была вот к этому моменту. После этого происходит следующее. Мы как бы приписываем к каждой строчке вот этой таблицы, которая у нас была вот здесь. Мы приписываем всевозможные строчки из таблицы submissions, вообще всевозможные, но оставляем среди них только те, для которых выполняется вот это условие. Но это на самом деле не единственное условие, которое мы хотим, чтобы выполнялось. Почему? Какое еще условие нам нужно, чтобы запрос был бы осмысленным? Давайте я представлю себе, как оно выглядит. Значит, какой-нибудь игрушечный пример. Возможно, нужен еще курс, по которому стали. Вот не курс. Вот не совсем курс. Давайте представим себе, что у нас какая-нибудь такая история. Значит, у нас есть, допустим, два пользователя. Давайте какую-нибудь простую штуку напишем. Вот у меня есть юзер 1, юзер 2. Допустим, у меня есть два курса, чтобы было веселее. Допустим, курс 1 и курс 2. И, допустим, что они связаны вот так. Например, вот так вот они связаны. Илья, у нас чертная. Ага, точно, сейчас будет. И, значит, ну давайте я скажу вот что. Допустим, у меня на курсе 1, скажем, есть вот такой вот assignment. Здесь есть еще какой-нибудь assignment. Здесь есть еще какой-нибудь assignment. И тут есть теперь сабмишины. Это сабмишин 1, это сабмишин 2, сабмишин 3, это сабмишин 4, и здесь будет сабмишин 5. Структура получается довольно сложной, даже хотя я сделал мало объектов. И вот давайте... В чате вроде Семен написал эти задания. Может быть, нужно... Да, да, действительно. Значит, в чем проблема? В чем проблема вот с тем джайном, который я сейчас сделал? Но в том, что он нам выделит, например, у нас будут такие строчки. Скажем, вот у нас есть строчка user 1, курс 1. И это пока все хорошо. Хорошо. Дальше. У нас здесь есть строчка assignment 1. Но после этого мы вот к этой вот строчке мы приписываем всевозможные вот эти вот сабмишины. То есть у нас как бы эта строчка будет повторяться 5 раз. После этого, значит, вот здесь у нас будет выделено сабмишин 1, сабмишин 2, сабмишин 3, сабмишин 4, сабмишин 5. Значит, после этого мы вот этим нашим условием оставим тут только те сабмишины. Значит, какое у нас там было условие? Я уже забыл. Значит, у нас было условие сабмишин, сабмишинс. Давайте я... Значит, у нас было условие, что мы выбираем только те сабмишины, которые относятся к данному пользователю. Значит, ну вот они могут как-нибудь вот так вот относиться. Значит, на этой картинке непонятно, кто к чему относится. Но давайте считать, что у меня вот этот сабмишин, например, относится к пользователю 1. И, допустим, вот этот сабмишин тоже относится к пользователю 1. Значит, в этом случае вот тем условием, которое у нас было написано, а именно условие, что users.id равняется submissions.user.id. Значит, вот этим условием будут выделены вот эти два сабмишина. То есть вот эти вот строчки мы вычеркиваем. Они этому условию не удовлетворяют. Но зато у нас появляется вот такая строчка, которая не имеет никакого физического смысла. Потому что в этой строчке сабмишин 3, который относится к ассайменту 2, здесь находится в одной строчке с ассайментом 1. Значит, мы не дописали условий, которые бы нам позволили бы выделить именно те связи, которые нам реально нужны. В принципе, на самом деле, реально вот этот join, он примерно так и работает. Что вы сначала делаете то, что называется cross-join. Это когда вы просто делаете как бы декартовое произведение. Просто выписываете к каждой строчке одной таблицы, приписываете всевозможные строчки из другой таблицы. И после этого по условию, которое вы здесь задаете, вы уже делаете ограничение, которое показывает, какие строчки вам реально нужны. Значит, в итоге нам нужно сказать, что у нас здесь должна быть onSubmissionsUserID, and чего здесь должно быть? SubmissionsAssignmentID равняется AssignmentsID. видимо так. Вот. И вот это вот, видимо, та табличка, которая нам реально нужна, которая объединяет все наши данные в одну табличку. И мы теперь к ней можем делать всякие запросы. Например, теперь я могу посмотреть на оценку каждого пользователя по каждой домашке. Значит, мне для этого нужно сделать группировку по UsersID и по, допустим, вот так. И теперь я хочу, например, сделать Users. FirstName, UsersLastName. AssignmentsName. Так, интересно, кстати, можно ли здесь попросить его выдать мне последний элемент, допустим, lastGrade. Нет, не знаю, там такую функцию last. Интересно, как его попросить выдать last. Спасибо. 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 Ну, хорошо. Видимо, последний элемент не так просто вытащить. Давайте я сделаю средний. Ну, вот как-то так. В общем, если вы реально будете работать с SQL-базами данных, вероятность этого довольно высока, особенно если вы пойдете в какую-нибудь индустрию и будете там взаимодействовать с какими-то реальными системами, которые хранят данные, то, в общем, будьте готовы к тому, чтобы писать вот такие довольно сложные SQL-запросы и разбираться с тем, как они работают. На самом деле, это еще не самое страшное, что бывает, потому что в SQL еще бывают всякие subqueries, когда вы можете сделать, когда результат выполнения запроса может использоваться в качестве как бы новой таблички, из которой вы можете делать какие-то другие запросы. Я, наверное, сейчас даже не буду это показывать. За оставшиеся пять минут не вспомню, как это делается. Вот. Ну, вот, в общем, вот такая вот штука, на самом деле, уже похожа на прям вот реальное обращение к реальной базе. Собственно говоря, когда вы заходите на Python.mask.info, происходит что-то вроде вот такого типа запроса, и вы введите свои задания и свои оценки. Ну, ладно, оценок не введите. Чтобы оценки введить, нам нужно щелкнуть на конкретную домашку. Вот. Ну, вот такая история. Есть ли какие-нибудь вопросы? Еще про SQL. Значит, я не все рассказал про SQL. Во-первых, всего не знаю. Во-вторых, SQL-ли бывают разными. То есть есть разные системы, которые, собственно говоря, движки этих самых баз данных. И они немножко по-разному реализуют SQL. У них немножко отличаются диалекты. И, например, там в SQLite нет правого join. На других базах есть. Сколько еще занятий будет в SQL? Я думаю, что нисколько. Я думаю, что это последнее. И я не планировал сильно уж совсем глубоко уходить в эту степь. Что будет дальше? Это хороший вопрос. Значит, дальше я планировал… Есть еще какое-то количество технологий, про которые я хотел поговорить. Значит, я хотел… Ну, и из каких-то совсем ближайших вещей. Ну, во-первых, я хотел еще немножко поговорить про R, в частности, про Teddyverse, которые там есть. Штука, которая похожа на Pandas. И, наверное, стоит, по крайней мере, одно занятие этому посвятить. Есть еще какое-то количество питоновских технологий, про которые можно тоже поговорить. Ну, не только питоновских, а таких. Ну, есть, например, штука, которая называется регулярное выражение, которая позволяет обрабатывать текст. Вообще, работа с текстами – это отдельная большая история. Есть еще отдельная история про геоданные, про работу со всякой картографической информацией. Ну, вот я видел, что многие уже, на самом деле, что-то поосваивали сами, когда делали визуализацию. Я видел всякие красивые карты. Но можно будет еще про это поговорить, про геопандос и все такое прочее. Ну, а там дальше чего еще придумается. Может быть, у вас будут какие-то идеи. Если у вас есть какие-то пожелания, вы хотите что-то конкретное разобрать, то я с удовольствием послушаю, что бы вы хотели. Про геоданные расскажу, да. Хорошо. Ну что, тогда все на сегодня. Значит, я думаю, что я в ближайшее время выложу вам домашку про SQL. Значит, примерно представление о сути итогового проекта. Ну, в общем, примерно в какой-то мере домашка про визуализацию была такой демо-версии итогового проекта. Можно посмотреть прошлогодние критерии, да. Но там суть в том, что сделайте чего-нибудь, но используя по максимуму тех технологий, которые мы обсуждали. Вот. Я не гарантирую, что критерии будут такими же, потому что, возможно, что... Значит, да, про джуля, кстати, тоже хочу рассказать. Сначала нужно самому выучить. Вот. Но я думаю, что... Я думаю, что мы потратим одно занятие, как минимум, на джуля. Посмотрим, что это такое, с чем его едят. Вот. Ну, критерии, естественно, немножко плавают. Но, смотрите, я думаю, что мы... У вас будет довольно много времени на то, чтобы сделать проект. В том смысле, что я думаю, что у нас занятие закончится где-то ближе к концу мая. Ну, и критерии будут к тому моменту уже известны. А сам по себе проект нужно сдать где-то в начале июня. У вас будет как минимум месяц на то, чтобы все это сделать. Вот. Ну, вот так вот. Окей. Ну, все тогда на сегодня. Ждите домашку про SQL. Спасибо вам. До свидания.